Пока одни спят, другие готовятся стать частью большего будущего. На часах ровно 4 утра. Вчерашние мальчики совсем скоро вступят в ряды белорусской армии. Для них это честь. Возле военного комиссариата непривычно шумно. Чувствуется легкое волнение. Около 20 молодых людей в предвкушении нового этапа жизни. Рядом родители, бабушки, дедушки, любимые девушки, друзья и даже соседи. Отцы дают сыновьям последние наставления. Мамы обнимают и желают удачи. А вы как мама сильно за него переживаете? Конечно, сильно. Думаете, справится? Обязан. В качестве поддержки и тот, кто уже отдал долг родине. Опытом делится подполковник в отставке. Александр Виноградов вспоминает свой призыв. Ровно 50 лет назад он также стоял перед комиссариатом в предвкушении. И вот долгожданный момент. Пройти военный комиссариат с лишними вещами, без сопровождающих лиц. Служба – почетная обязанность и высшая честь для настоящих мужчин. В этот день призывники отправляются в областной сборный пункт, где пройдут дополнительное медобследование. Дальше – воинские части. Это и Гомельская, и Гродненская, и Витебская, и Могилевская непосредственно. То есть все области у нас подлежат комплектованию. В зависимости от родов – это внутренние войска, это органы пограничной службы, это министерство обороны. То есть все области мы комплектуем. Станислав Ивкин уже прошел проверку и готов отправляться в путь. С собой кнопочный телефон, чтобы держать связь с родными. Парень настроен по-боевому. Уже планирует делиться армейскими историями с папой, который служил и вдохновил сына. Она забирает погранвойска. Не знаю, куда именно, но я на самом деле рад. Начало будет в любом случае тяжело. Сейчас курс молодого бойца, я понимаю, месяц пройдет. Отправка новобранцев вооруженной силы продлится до 4 ноября. В другие формирования – по 30-е. 19-го числа будущие защитники Родины примут военную присягу. Всего же войска пополнят 10 тысяч молодых людей со всей страны. Около 200 пройдут службу в резерве. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.